Владимир Сергеевич, рад вас видеть. Взаимно. И, конечно, к вам, наверное, как к последнему человеку, который работал при Совете Министров, да, это тоже? Совет по делам религии при Совете Министров ЦССР, вот так назывался. До самого развала Советского Союза вы трудились, вы работали. Да. Я не знаю, видели ли вы книгу, которую написал Лев Симкин, называется «Бегущее небо», о человеке, который двинул 50-ческое движение, Айвани Варанаю, выпустили мы недавно, работая над книгой в архивах везде и всюду, нам начали попадаться очень много документов, касающихся, так интересно, Баптистской Церкви, как раз от Уполномоченного по Калужской области. Мы все это в архивах сделали копии, и несколько лет назад у нас праздновалось 100-летие Баптистской Церкви в Калужской области, в 14-м году это было, после Первой мировой войны, когда пленные солдаты начали возвращаться из плену, и многие уже были обращены в веру, то есть в лагерях, которых их содержали, они обратились ко Христу, стали баптистами, евангельскими христианами. И нам очень много документов попадалось в этот Уполномоченного. И на столетие я подарил общине копии этих документов, такая пачка, подборка, очень интересно. Сам с удовольствием читал переписку Уполномоченного по правам. И знаете, был, честно говоря, ну ошарашен, что ли, вот по-хорошему, тем, что слышалось сначала, что советы гнали, 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 а там в этой переписке, которой и Уполномоченный писал в Москву свои отчеты какие-то, он вставал... Ежегодные отчеты нам присылали всегда. И он вставал за права верующих, там о домах молитвы, об открытии новых общин, о крещении молодежи. И он как бы вмешивался, когда там милиция там или какие-то наши органы такие, а он вмешивался за них, защищал. То есть были какие-то правила, которых сегодня мы вообще не наблюдаем. Ну, про сегодня мне трудно сказать. Было законодательство, вернее, положение религиозных организаций 29-го года, которое достаточно четко регламентировало жизнь. Там, конечно, было очень много ограничений разных, но в то же время были и те вещи, которые не то что разрешались, а просто государство было обязано предоставить на основании этого положения. И этот орган, совет поняла вам религия, он был создан именно для того, чтобы регулировать жизнь. Как говорится, церковь у нас была отделена от государства, но от общества ее не делишь. И в той или иной степени церковь все равно участвовала в жизни общества. А учитывая, что у нас было такое плановое хозяйство в Советском Союзе, в церковь был госплан, были разные фонды. И церковь, она как бы выпадала из этого, потому что когда идет распределение фондов, ну, кстати, по строительству зданий, к примеру. Поэтому к нам обращались по всем этим вопросам, связанной с жизнедеятельностью церкви. Ну, надо построить молитвенный дом или церковь. Ну, или купить даже. Я вот протестантов смотрю, вот переписки, они обращались, чтобы купить. И оформлялась тогда не на общину, а на РС Полков, да? Вот у нас в Калуге так было, баптистское молитвенное дом. Нет, если это было как частная собственность, то это именно как частная собственность все-таки оформлялась. Именно как частная собственность. Вот я был в командировке, очень забавный случай произошел, в Екатеринбурге. Там это было начало 90-х, самое начало, или конец 80-х, уже тогда были большие послабления, и разрешили, там выделили место под строительство, в хорошем месте выделили под строительство. А у них был старый дом молитвенный. Ну, а им уже старый не нужен, они решили его продать, а им не разрешают. Это их была собственность. Почему я хорошо запомнил. Почему? Потому что в том уставе, где у них записано, у них было написано, что они могут приобретать. А потому что продавать, у них ничего в уставе не написано. Не разрешили продать? Ну, там как-то в конечном итоге, как-то, наверное, решилось каким-то образом. Но большие проблемы у них были, я помню. Потому что были в собственности, они имели право приобретать. Ну, вот у нас в Калуге до сих пор большие проблемы в Баптистской церкви, потому что дом был оформлен на Калужский райисполком, по-моему, тогда вот так им разрешили купить. Были много проблем. Им пытались что-то там, били стекла, еще что-то. И вот переписку, читаю, уполномоченный по правам, ой, или как он назывался? Уполномоченный по делам религии. Да, он как раз писал Москву и писал здесь переписку с городскими властями, что это недопустимо, вы не можете так. Вы знаете, очень было по-разному. Были разные области, и отношения были очень разные. Чем южнее, скажем так, тем, как правило, были более строгие такие правила. И чем севернее, тем народ к этому как-то спокойнее относился. И, как правило, никаких проблем-то и не было. Можно спросить вас про свидетелей Иеговы, которые сегодня у нас решением суда, наверное, их централизованная организация запрещена. Я не знаю даже, как правильно. И местные, да. Ну, как юридические лица запрещены, а верующие-то есть. Но верующих сажают. Вот советский период, они же тоже вроде как под запретом были. Ну, первое время это да. До какого года их не разрешали, когда реабилитировали? Ну, это было уже при мне где-то. Сейчас я год точно не вспомню. Ну, где-то, наверное, год 88-89, когда они тоже ведь относились к нашему отделу. У нас отдел был по делам протестантских церквей, иудейской религии и сект. Поэтому нам просто было поручено с этим делом еще раз разобраться. Потому что, хотя, я вам же говорил, что цверьки это много, и мы далеко не всем серьезно занимались. Но есть и есть. Были, допустим, основные конфессии, которыми я занимался, это адвентисты или тирани. И как-то руки до тех же свидетелей Иегова особо не доходили. Мы же, чиновники нам давали поручения, мы его выполняли. Потому что невозможно такими силами все знать и все держать под контролем. Ну, не под контролем, просто владеть информацией, я это имел в виду. И когда о криштаитах мы разговаривали, дали нам поручение разобраться, что такое вообще-то эти вайшнавы, кто они, откуда появились, почему появились. Мы и разбирались. После уже криштаитов нам сказали, а теперь, ребята, вы должны заняться. Вот еще есть один болезненный вопрос у нас в стране. Мы должны понять, кто такие на самом деле эти свидетели Иегова. Не то, что там какие-то разговоры, журналисты что-то пишут, агитаторы. Нам нужна объективная информация. Понимаете, чиновник как? Ему дают поручение. А поручение, как рамки, вот надо исполнить. Дайте нам объективную информацию, как на самом деле обстоит. Ну, мы начали заниматься, ну, конечно, уже не так серьезно, как с кришнаитами. Почему? Потому что все-таки какой-то уже набор литературы у нас был, и даже их стражевая башня. Мы все-таки что-то подсчитывали, что-то знали. Ну, и тоже, когда разобрались, посмотрели, в общем-то, ничем особо они от других-то не отличаются. Ну, есть у них какая-то некоторая агрессивность там в ихней миссионерской деятельности. Есть у них, у них даже есть идет богослужение, там она идет именно как бы обучение, как надо проводить. По крайней мере, когда я этим занимался. А вы присутствовали, ходили? Конечно, ходил. То есть вы, так сказать, сегодня бы попали под экстремист, тоже были участником богослужений, чиновником будучи. Не думали об этом? Это моя работа была. Это была моя работа. Это я обязан был делать. По своему положению. Мало того, что я был обязан ни в коем случае не проявлять какой-то из своего негатива. Я должен был, так сказать, стараться. Не значит, что я тайны посещал. Нет, я когда приходил на богослужение, я всегда представлялся, кто я, откуда. Но во время богослужения я никогда не... Если все встают, то я встаю. Если все там... Ну и... Я старался себе вести так же, как и основная масса. Это не то, что я. Это было... Инструкции были? Ну, конечно. Конечно. Были инструкции. Мы обязаны были... Чтобы не оскорблять чувства... Да, не оскорблять. Что все встали, а ты так демонстративно, нога на ногу сидишь, я вас знать не знаю. Мне такого было недопустимо. Тебе за это могли так... Если бы дошло, пожаловался местный, так сказать. Тебе за это могли и наказать. Ну и как шел процесс их реабилитации советского? Вот после советского времени всего этого? Ну, после советского... Мы их зарегистрировали в советское время. После этого я уже их не отслеживал. Ну, и как это обычно делается? Вот так же, как и с кришнаитами. Изучение. Чем они занимаются? Что занимаются? Что там в их литературу написано? Написано. Действительно, она уж такая сильно экстремистская, что прям уж... А тоже про Галинин экстремизм? Конечно. Ну, не на экстремизм, но мы же смотрели, что там, что они пишут. Я мало того скажу, что... Правда, это не к свидетелям его относилось. Я... У литеранта не было своего... Из своих... журналов. Были адвентисты. Ну, мы... Вот я отвечал за то, чтобы... Разрешение на выпуск. То есть, они печатали в наших типографиях, а чтобы не печатать в типографии, надо было дать им разрешение. То есть, ваша подпись стояла? Да. Я просто подписывал этот экземпляр, на него ставил с печатью и отправлял в типографию. Это все. Больше проверок не было. Ну вот, и я когда прочитывал, если с моей точки зрения вот мне что-то там шибко сильно не нравилось, я это просто вычеркивал. И все. Ну, это были очень резкие высказывания. Ну, не в адрес, конечно, нашей власти, особенно это касалось отношения к другим некоторым конфессиям. Были очень резкие высказывания, допустим, по поводу католиков. Адвентисты очень, допустим, плохо относились. Не знаю, как сейчас, но тогда было очень, вплоть до того, что папа римский чуть ли не дьявол. До того. Ну, когда ты такое видишь в той статье, которая там в журнале, ну, конечно, это вычеркивалось. Ну, вот смотрите, тогда получается огромная страна, Советский Союз, СССР. Меньше боялись свидетелей голод, чем сейчас Российская Федерация. Переравнял их к экстремистам, давая такие огромные сроки сейчас. И сроки увеличивают. понимаете, но все-таки, ну, знаете, это же мы сейчас в сферу политики вторгаемся. Не, мне интересно, вот ваша оценка, вы работали, вы вычеркивали, вы смотрели, вы не находили тогда, неужели вы сегодня что-то найдете экстремистское в их литературе? Она ничем не изменилась. Ну, я не знаю сейчас ихней современной литературы, я не знаю, что они сейчас пишут, но я знаю, что изменилась ситуация в мире. Раньше Советский Союз была могучей державой, с которой считались. И не боялась свидетелей Иегова? То есть, сегодня Россия не такая могучая держава, что боится? Ну, Россия, конечно, могучая держава, но не такая, как Советский Союз. И, конечно, в Советском Союзе было больше значительной возможности, и он имел право, вот, захотели они, то есть, приняли решение признать свидетелей Иегова и никаких каких-то серьез потрясений. Ну, сейчас, наверное, боятся, потому что значительно больше влияния Запада. А что там, не говори, а эти организации, они очень тесно связаны с Западом, особенно свидетелей Иегова. Но они что там не признавали государственное влияние, что здесь не признают? Армия, присяга, голосование, еще какие-то вопросы. Они же везде одинаковые, учение одно. Что там они живут, как государство в государство, что здесь? Ну, какое влияние там спецслужб на них там? Что здесь не могут понять, что там не могут? Ну, по крайней мере, я не смог отследить влияние спецслужбы. То есть, если бы было влияние спецслужб, то мы бы почувствовали бы. Тем более, нам, была такая грозная организация, как КГБ, они нам тоже не смогли ничего такого предоставить каких-то материалов. Не то, что там, как пишут, они там, агенты, всех западных спецслужб. Ребята, когда мы происходили у нас, они говорят, нельзя. А почему нельзя? Вы нам предоставьте материалы, вот мы должны их регистрировать. Вы говорите, что есть какие материалы? Нет материалов. Одни только какие-то там, типа того. Они с ними связаны, с западом? Ну да, связаны. Хотя, если честно говоря, то, конечно, многие из них были связаны со спецслужбами. Некоторые такие вещи, они все-таки прослеживались. Я не имею в виду, даже, кто только свидетель Иеговы. Многие другие, по другим конфессиям, я имею в виду, протестантским. Я имею в виду, не наших, а вот этих иностранных миссионеров, которые приезжали, они, как правило... Это же большая редкость была тогда, чтобы приехать в Советский Союз и проповедовать. Ну это да. Тогда да. Я имею в виду, уже даже позднее, когда открылось, все-таки я работал в церкви и практически со всеми с ними лично общался и могу сказать, что каким-то сбором информации они занимали в те же 90-е годы. И это... Ну вот, возвращай к себе. Я уверен, что если это были люди, которые были тесно связаны, о чем разница в 80-е и 90-е... В 90-е... Данных у меня таких нету, документов не видел, но по вопросам, по командировкам... Ну вдруг какая-то самая заварушка начинается где-где? Почему-то нашим пасторам лютерианским, зарубежным. Обязательно надо именно поехать в этот регион. Ну зачем? Я даже спрашивал, зачем? Ну там есть наши прихожане какие-то есть, мы должны, так сказать, им помочь. Кост, там есть два с половиной прихожанина. Ну тем надо помочь. Надо помочь. Да вот прям непременно надо посещать эти места. Ну вот возвращай к свидетелю Майгова, смотрите, вы работали хорошо, вы говорите, давали все, вот эти позволили... Я уж не знаю, хорошо я работал, нет, пускай там другие... Ну смотрите, КГБ оценило вас, что не нашли ничего, зарегистрировали. Зарегистрировали, да. Вот сегодня к вам как специалисту вот обращались, когда ужесточали в отношении свидетелей Майгова какие-то органы? Нет, нет, нет. У нас же сейчас нет полномочия по делам религии, но все равно кто-то ведет это. Знаете, у меня такое впечатление, что все эти наши проблемы сейчас именно от того, что у нас нет такого органа. Никто не собирает информацию, никто не отслеживает. Каждый действует так, как он считает нужным. Вот кому-то что-то там в голову взбрело. И, кстати, я в свое время когда был в Совете по делам религии еще работал, ну в самом конце, когда уже ставился вопрос о том, что вот должен ли быть такой орган, как Совет по делам религии. Могу сказать, что все, все церкви, кроме православных, говорили, что такой орган нужен, просто необходим. Потому что... Может быть, у них очень сильное свое представительство, им не нужен лишний человек. Ну, наверное, да. Православные сами могут решать свои проблемы. А вот, допустим, те же баптисты, адвентисты и еще даже те же лютеране. Им, конечно, много сложнее, им проще. То есть, мы подходим к вопросу представительства. У протестантов совершенно, но за мелким исключением кто-то есть, кто представляет наши интересы, наши нужды, наши права перед государством. Знаете, когда одно дело, вот у вас возникла проблема, вы обращаетесь к человеку, вот когда я вам говорил, когда науполномоченного там норовили навешивать еще массу разных других обязанностей, которые к его не относились. Ну, уполномоченный он хотя бы понимал. Я вот, как помню, приехал в первый раз в командировку, в Тулу. Моя командировка была первая в Тулу. Там был... Тулики внимательно слушают сейчас. Там был хороший такой уполномоченный был, по-моему, фамилия Новиков, кажется. Он был из секретарей, председателя исполкома там какого-то района, сейчас уже не помню. Его, его, у него уже ближе к пенсии, его решили в Тулу перевезти, и как бы ему дали такую, щенекуру предложили. Ну, предложили нам, а мы поддержали. То есть, он к нам пришел председатель исполкома. И вот он мне рассказывал, как он мне рассказывал. Ну, я думаю, ах, подумаешь, я тут такой там, все знаю, все понимаю. Он мне сказал, я только, когда год прошел, я понял, что я что-то не понимаю. Вот год прошел, я начал понимать, что я вообще не понимаю что-то. Вот. Так что... Сейчас Туло известный регион, там напряжение по четырем церквям идет, по четырем храмам под снос. У баптистов, у адвентистов, у писятников. И вопрос не решается никак. Власти не хотят вмешиваться или не хотят решать? Нет. Надеюсь, что ФСБ все решит. А ФСБ сейчас тоже, по-моему, этим вопросом не занимается. У меня такое впечатление, что вообще никто ничем не занимается. Откуда тогда давление? Кто чем занимается? Почему дальше на протестане? Понимаете, есть общество, а в обществе есть разные точки зрения. Вот я еще где-то в 90-х годах, ну я все-таки не совсем простой, хоть я и работал в церкви, но не совсем простой человек, скажем так. Очень даже непростой. Вот я прихожу, допустим, я на прием к чиновнику, который меня не знал, и я его не знал по каким-то делам. И начинаю ему, говоришь, я вот, литеранин пришел к вам по такому-то вопросу, он на меня смотрит. А зачем нам, литеранин? Зачем пришел? Ну, конечно, я вопрос решил, но вот-вот, это реакция. Ну, решили, когда сказали, что я еще и уполномоченный, тогда, наверное, по-другому все решалось, нет? Ну, почему? То есть, если нельзя пойти прямым путем, то можно пойти обходным путем. Используем некие магические слова. Да. Совет по делам. Ну, нет, ну, почему? Просто это же чиновник, он же не самый там главный. Есть другие чиновники, которые, с которыми можно подойти уже, с которыми, или есть вышестоящие люди, которым можно прийти и сказать, что у вас там-то вообще творится-то? Это что такое? Там вас сажали и правильно делали, и должны, вот такими буквально словами. Ну, что, что вас сажали? Вас сажали и должны были сажать. У нас есть православная церковь? Или вот, например, когда решался вопрос об аптеческой семинарии, это где-то было в Московской области, мы тогда объездили, чуть ли не все, выбирали место. Наконец выбрали хорошее место, там все согласовали. С районным начальством все согласовали. Все довольны. Потом уже представитель исполкома говорит, ну, а теперь, говорит, я, говорит, хожу посоветую смешанным там епископам. Все. На этом все закончилось. Все договорились, все согласовали. Понимаете, чиновник, вот когда Совет по делам религии принимал решение, когда к нам обращались, а мы уже доводили это решение до местных чиновников. принято решение там общину зарегистрировать, принято решение. Вот. А чиновнику уже все равно, это не его дело. А то, когда ты приходишь к нему и говоришь, он должен решение принимать, это какие-то непонятные. Кто такие, а он знать не знает про них и знать не хочет. Кто ему скажет, кто ему посоветует, кому он обратится. даже не то, что за Советом. А то чиновнику четко дано поручение. Все, все, и от него дальше не касается. Он не виноват, ему, и ему приказали. Ну, я на последний вопрос задам вам. Опять, касаясь свидетелей его, многие их признают сейчас узниками совести. Вот как государству разрешить вот то, что происходит сейчас? Многие же понимают, что он настолько все это незаконно, что люди сидят в тюрьмах сейчас, дают огромные сроки увеличивать, сейчас до 9 лет хотя бы. Как выйти из этой ситуации? К тому же государство тем же чиновникам. Но опять-таки я говорю, что разбираться надо. Вот какой, кто принимал решение. Вот знаете, все-таки еще там в Советский Союз не говори, там было все прозрачно. Кто эти решения принимал? Вот я могу сразу сказать, когда мы регистрировали, там было все, принимали решение, там было все ясно и понятно. Вот есть человек ответственный за это дело, допустим, Пуду Владимир Сергеевич, которому это дело поручено. Вот он собирает материалы, вот он их выносит на совет, вот сидят мудрые люди в Совете, они принимают решение, регистрировать или не регистрировать. Наконец, даже если это есть, допустим, комитет государственной безопасности говорит, что Владимир Сергеевич там фигню написал, все не так. У нас есть свои эксперты и дают своих экспортов. Мы со своими экспортами, они тоже экспортами. Вот тогда, что было ЦК. В конечном итоге представители Совета и представители комитета вызываются в ЦК и там они начинают друг друга. А там сидят эти третейские судьи и слушают. Потом говорят, нет, дорогие братья из комитета государственной безопасности, тут вы не правы. Мы все-таки считаем, что надо. Значит, мы смогли доказать. Нет, решение, конечно, не ЦК принимало, но оно как бы говорило, что нет, все-таки эти доводы мы считаем обоснованными. Где сейчас такое? Ну, сейчас, знаете, сошлется на суд, что суд рассмотрел, самый гуманный, а суд, мы же понимаем, что кто-то на доме позвонил. Что значит позвонили? Тогда звонили. Ну, где я хочу сказать, где тут понять, на основании чего, кто подавал? Это очень тяжело. Сегодня нет прозрачности. Прозрачности нет. Никто не знает. В любом деле, вот меня часто спрашивают, почему уже 21 год на вас такое давление? У меня нет ответа. Кто за этим стоит? Ну, выделяют три силы. Вот сегодня православная церковь, ФСБ и губернатор. И кто? Откуда я знаю? Со мной никто не разговаривает. Так, опять-таки, никто из этих трех сил к церкви никакого отношения не имеет. Не имеет. Ну, решают судьбу. Понимаете, все-таки сейчас у нас законодательство Минюста как бы о свободе совести, как бы он отслеживает, но у Минюста все-таки другие задачи. Ну, да. Минюста не должен знать богослужебно. Мы все-таки неплохо знали литературу, знали, какие конфессии, их вероучения знали. Может быть, даже лучше многих пасторов. Я имею в виду, когда-то... Ну, в любом случае хорошо разбирались. Вот. А кто сейчас этим занимается? Я не знаю. Ну, наверное, вы вот сказали, что в КГБ свои эксперты были. Может быть, как бы по старинке и сейчас свои эксперты ФСБ есть? Ну, они нет, не свои эксперты. С другой стороны есть, а с другой-то нет экспертного сообщества другого. Почему? Ну, нашему. Почему? Мы, вот как мы, я еще про тех же кришнаитов, мы просто обращались в различные организации. В тот же Институт Востока, в тот же Институт Питания, да, или психиатрическое, кстати, в психиатрическое мы тоже обращались. Господи, как же она называлась? неважно, куда. Ну, сейчас тоже обращаются? Кому сейчас? В Дворкину? Ну, мой запрос. А сейчас Дворкину, тут сейчас все. Дворкин и тогда писал. И сейчас пишет. И сейчас пишет. Представляете, мы представляем, что он о нас напишет и какие даст. Ну, есть другие. По крайней мере, вот, можно ругать Советский Союз поздний, но я могу понять тех же представителей разных организаций, я имею в виду институтов. Одно дело, когда вы к ним обратитесь, а другое дело, когда к ним обращаются полномочные органы и говорят, что нам нужна справка, объективная справка. Я прихожу туда, пишем письмо директору, там нам, кому-то нам отправляют, я прихожу и говорю, нам нужна справка, вот вам такие материалы, и мы просим дать объективную справку. И люди, как правило, нормальные, очень редко, когда кто-либо отказывался предоставить. Ну, вот, сегодняшнее законодательство вы же отслеживаете, вы все равно знаете, видите, какие поправки принимаются к законам, свободе совести, об образовании, вот, в последнее время особенно все эти законы. Вот, на ваш взгляд, все ужесточается и еще будет ужесточаться? Или все-таки Россию что-то ждет, какой-то свет, и лучик надежды на свободу? Надежды, даже в религиозном плане. Надежды на что вы имеете? Я, лично, мое мнение, что у нас ситуация экономическая, не проявленная, а оно все взаимосвязано, все взаимосвязано. И если ситуация в обществе в целом ухудшается, я даже не считаю, что по вене нашего правительства, это когда наши там считают, что Путин там виноват, Путин и на всех сил старается сделать все, что в его силах. Но это щеленьки не те. не может. А если общая ситуация ухудшается, если, допустим, то и все остальное будет ухудшаться. Тут ничего не поделаешь. И в религиозной сфере тоже. А какая разница? Не может быть так, что здесь плохо, а вот тут вдруг начало расцветать. Спасибо большое вам. Благодарю вас за вопрос. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok